МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Прямо сейчас о главных событиях в республике. В студии Ольга Пырочкина. За призы главы Чуваши в Чебоксарах завершился открытый Кубок России по вольной борьбе среди женщин. На всякий пожарный спасатели Чуваши потушили условное возгорание в здании железнодорожного вокзала. О ловушках интернета театральная студия Чебоксарского лицея номер 4 показала спектакль ученикам Кугейской школы-интерната. На повестке дня еженедельного совещания в Доме правительства о предварительной итоге визита рабочей делегации Чуваши в Республику Беларусь и участие Республики в очередном съезде партии «Единая Россия». Диапазон общих интересов широк. Промышленность, образование, культура, точек для совместной работы немало. Официальные встречи были проведены в посольстве Российской Федерации Республики Беларусь, в Министерстве промышленности Республики Беларусь, в Министерстве энергетики. Была встреча с торговым представителем Российской Федерации в Республике Беларусь. В целом визит носил позитивный характер. В следующем году ждем коллег уже здесь, в Чувашской республике. Являясь перспективным торгово-экономическим партнером, Чувашия Республика Беларусь увеличивает свое присутствие на нашем рынке. Наши предприятия, такие как Элара, Лента, тоже уже наметили конкретные шаги. Во взаимовыгодном товарообороте участвуют две сотни наших предпринимателей. Это что касается экономики. Гуманитарная сфера – еще один серьезный пласт работы. Подписан ряд соглашений о сотрудничестве между Чувашским государственным педагогическим университетом имени Ивана Яковлевича Яковлева и Белорусским государственным университетом физической культуры. Другое – между Комсомольским районом Чуваши и Логойским районом Минской области. На совещании обсудили и участие нашей делегации в 19-м съезде партии «Единая Россия» в Москве. Главный посыл – работать не ради чиновников, а ради людей. Принимать те волевые ответственные управленческие решения, постоянно встречаться с трудовых коллективами, с жителями Чувашской республики, имея достоверную, объективную, справедливую информацию. Те ответственные решения, как мы принимали, я рассчитываю на все пластыки, будем принимать. На совещании обсудили и другие темы, в числе выплаты вкладчикам Чувашкредитпромбанка. Они продолжаются в рабочем режиме. Ажиотажа нет. Наталья Мальчикова, Андрей Спиридонов. Республика. Быть вместе с людьми, изучать их запросы и незамедлительно реагировать на проблемы. Такую задачу перед народными избранниками обозначили на прошедшем Москве съезде партии «Единая Россия». В работе форума принимала участие и делегация Чувашии. Статус партии власти обязывает ко многому. Те, кто идет в политику, должны быть готовы служить народу. Такой посыл единороссам прозвучал от президента. Главная оценка и ориентир для работы партии – это мнение людей о текущей ситуации. О динамике позитивных изменений во всех сферах, определяющих качество жизни человека. Насколько перемены отвечают общественным ожиданиям. Что требуется скорректировать, поправить. Именно такой включенной и живой работы ждут люди от любой политической силы, от любой политической партии, тем более от такой мощной и массовой, как «Единая Россия». Здесь важны все. И крупные инфраструктурные стройки, которые разворачиваются у нас по всей стране и влияют на жизнь миллионов людей. Но и модернизация, строительство сельских школ важны. Городских поликлиник, ФАПов, благоустройство городов и сел, улиц, дворов. На нынешнем съезде немало новых лиц. Все они занимают в своих субъектах определенные посты во власти и региональных отделениях партии. А еще молодые, амбициозные и готовы участвовать в переменах. В Госсовете Республики у «Единой России» большинство мандатов. Глава региона отметил, что депутаты должны наладить эффективную обратную связь. У жителей Чувашской Республики доверие к политической партии «Единой России» достойное, высокое, как никогда. Михаил Игнатьев обозначил и приоритеты перед единороссами Республики. Оценивать работу народных избранников будут по реализации национальных проектов. Это разные вопросы жизнеобеспечения, сферы здравоохранения, образования, культуры и спорт. Мы занимались и занимаемся. Обещания даем, и эти обещания претворяем в реальные дела. На 2021 год назначены выборы в Госдуму. У единороссов еще есть время, чтобы доказать свою состоятельность. Дмитрий Ковалев и Борис Андреев. Республика из Москвы. Социальная адаптация среди первостепенных задач. Как помочь встать на правильный путь тем, кого судили за употребление и распространение наркотиков. Сегодня этот вопрос обсуждали в Доме правительства. По решению суда, каждый, кто отбывал срок за употребление наркотиков, должен пройти курс медицинской реабилитации. В республике на учете более 500 человек. Но растет количество уклонистов от лечения. В прошлом году было 216. Здесь прирост у нас почти 25%. На текущий момент можно констатировать, что большинство вопросов медицинской реабилитации, побуждения к ее прохождению наркозависимым решены. В течение года мы неоднократно проводили оперативно-профилактические мероприятия уклонист. Многие из них по местам жительства не проживают или выехали на заработки в другие регионы. Уклонистов не пугают даже крупные штрафы, отмечают в МВД. И, как правило, именно те, кто отказывается от реабилитации, снова переходят к черту закона. Что не хватает? Какие инструменты надо еще использовать? Более эффективно, наверное, надо разустовывать работу по их выявлению и привлечению. Тут совместная работа с управлением наркоконтроля, МВД Почи Вашей. Чисто сами тут мы не справимся. Они все уроженцы нашей республики? Все 100% уроженцы нашей республики. Эта категория лиц, как правило, работает без оформления трудовых книжек. Они работают в Сургуте, в Казани, в Москве и появляются именно на короткий промежуток времени. То есть с ними очень сложно работать. Но действенные меры борьбы с уклонистами все же надо находить, отметил глава региона. Чтобы ни один человек по решению суда не остался в стороне, а прошел все те процедуры, которые обязаны пройти. То, что ему по нормативу, по функционалу прописано. Если они где числятся на работе, соответственно, то где они числятся на работе. Если трудовые договоры не оформляют, то там налога должна быть. Понятно, им некуда. Эти деньги они потратят на употребление наркотиков. Нам нужно провести с ними определенную работу. Поэтому я думаю, что мы возьмем на себя такие функции, как бы провести рабочую встречу. Тем, кто освобождается из тюрем, помогают найти работу. Реализация программы содействия занятости для осужденных играет ключевую роль. В вопросах профилактики отметил Михаил Игнатьев. Сами как оцениваете вообще? Есть положительные, позитивные результаты или нет вообще? То есть с УКСИН и СМВД организованы эффективные взаимодействия. Надо справляться с задачами, поставленными в соответствии нормам действия законодательства. Сейчас ярмарки вакансий проходят и прямо в исправительных колониях. Благодаря таким мерам только в этом году было трудоустроено порядка 200 осужденных. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика. Теперь о происшествии. Правда, условным спасатели отрабатывали навыки тушения пожара в здании железнодорожного вокзала в Чебоксарах. Тревожный сигнал и 8 пожарных машин устремляются к железнодорожному вокзалу. По легенде воспламенился медицинский пункт на первом этаже. В эпицентре огненной стихии 8 человек. Чтобы предотвратить трагедию в реальных условиях, используют мощную мобильную спецтехнику. Пострадавших спешно эвакуируют и передают медикам. Ежедневно вокзал принимает более 2000 пассажиров. У объекта с массовым пребыванием людей повышенный ранг опасности. На тушение пожара братмейстерам потребовалось около получаса. Основная задача пожарных подразделений привык на данный пожар эвакуации и спасения людей. Все подразделения задействованы на данном учении. Это сотрудники полиции, транспортная полиция, медицинская служба с поставленной задачей справились. Здесь люди эвакуированы, условно пожар потушен. Учения МЧС проходят регулярно. Они помогают спасателям отрабатывать профессиональные навыки, учиться работать в команде и быстро принимать решения в сложных условиях. Действия всех участников тренировки руководство тактических учений оценило на удовлетворительно. Рифат Фадкулин, Республика. Сегодня день работника налоговых органов России. Служба берет свое начало в 16 веке, когда учредили приказ большого прихода. Первый орган, контролирующий сбор всех государственных доходов. Однако сам профессиональный праздник моложе на полтысячелетия. В Советской России налоговое управление было создано при Наркомате финансов в 1919 году. С тех пор службу неоднократно реорганизовывали, как самостоятельное ведомство. Она существует с 21 ноября 1991 года. Эта дата выбрана в качестве профессионального праздника. Сегодня налоговые органы – это развивающаяся структура, в которой особое внимание уделяется внедрению цифровых технологий, повышению качества услуг и созданию комфортных условий для уплаты налогов как физическими, так и юридическими лицами. Во многом благодаря работе службы в Чувашии с года в год растет собираемость налогов. Для сравнения, на 1 ноября этого года объем поступлений – 29 миллиардов рублей, что на 13 с лишним процентов больше, чем в прошлом году. Управление Федеральной налоговой службы по Чувашии входит в десятку лучших. В Российской Федерации занимает лидирующее место среди регионов Приложского федерального округа. Премию имени Михаила Сеспеля вручили народному поэту Дагестана Магомеду Ахмедову и директору мемориального комплекса летчика-космонавта Андреяна Николаева Александру Тукмакову. Награждение состоялось на торжественном вечере, посвященном 120-летию со дня рождения чувашского поэта. Творчество Михаила Сеспеля проникнуто искренней любовью к чувашскому народу и родному языку. Его поэтическое наследие смело можно отнести к сокровищам мировой литературы. Он написал целый цикл гениальных стихотворений, которые уже многие десятилетия нас волнуют, вдохновляют, призывают быть активнее в этой жизни. Поэт действительно гениальный. Его творчество изучается не только в России, но и в Италии, во Франции, в Шотландии. Народный поэт Дагестана Магомед Ахмедов перевел стихи чувашского поэта на аварский язык, издал сборник. В этом году он отмечен премией имени Михаила Сеспеля. За любовь и продвижение поэзии чувашского подснежника был отмечен и директор мемориального комплекса летчика-космонавта Андреяна Николаева Александр Тукмаков. Юбилейный год – прекрасная возможность вспомнить или познакомиться с творчеством Михаила Сеспеля. К сожалению, он прожил недолгую жизнь, а его творческое наследие сохранилось лишь частично. Но даже те немногочисленные строки, что дошли до нас, еще долгое время будут служить своеобразным мостиком между прошлым и будущим. Грядущий мастер! Ты услышишь мой зов и силу обретешь! Ольга Алексеева, Юлия Адюкова, Валерий Резюков, Республика. 35 лет исполнилось студенческому клубу ЧГПУ имени Яковлева. В ДК Ухсая собрались друзья, единомышленники, выпускники вуза разных лет. Массово, ярко, креативно. В зале эмоции зашкаливают. В свое 35-летие студенческий клуб ЧГПУ снова на сцене. С 1984 года этот студенческий клуб объединяет самую активную и талантливую молодежь. Это своего рода стартовая площадка для тех, кто хочет развиваться. А кто ищет себя, тот обязательно находит. Так финалистка телепроекта вокального шоу Алла Милнаргия два года назад открыла в себе нечто большее, о чем даже не догадывалась. Именно здесь случилась моя первая главная сцена, которая меня подзарядила. И несмотря на то, что я училась на факультете иностранных языков, я поняла свой путь, что мой путь – это музыка. Здорово! 35! Поздравляю! Это круто! По такому случаю собрались и те, кто стоял у истоков создания клуба. Кто сегодня бережно хранит традиции и зажигает новые звезды. Поздравляю! Поздравляю! Ядром и главной единицей студенческого клуба студенты считает Валерия Суранова. С 2000 года он взял в бразды правления свои руки. У нас и командный КВН, и у нас и победители финала российской студенческой весны. Мы каждый год выезжаем. Единственное, пока из Чуваши выходил в премьер-лигу и играл там два сезона, это вот наша команда, наши студенты. От сессии до сессии живут студенты весело. Калейдоскоп творческих состязаний, где принимают участие студенты педуниверситета, настолько многообразен, как же они все успевают. Мы стали очень трудолюбивые, мы стали очень находчивые. Это самое яркое время, время без забот. Юбилей – повод еще раз взглянуть на свои достижения и наметить цели. Студенческие годы – это, прежде всего, конечно же, не только учеба. Это творчество, объединение, кружках. Спасибо всем нашим выпускникам. Они здоровы, они молодцы. Насыщенная жизнь отражает и многочисленные награды. В копилку добавилось на днях новое. Студенческий клуб Чувашского педуниверситета стал победителем финала российской национальной премии «Студент года-2019». Спектакль студии сценического искусства Чебоксарского лицея номер 4 «На броске судьбы» – финалисты кружного фестиваля «Театральное приволжье». Его итоги подведут на этой неделе. Голосование начнется 29 ноября. А на днях юные артисты принимали гостей – воспитанников Кугейской школы-интерната. Для ребят организовали спецпоказ. Общество бьет тревогу. В соцсетях растут группы смерти и насаждается криминальная субкультура. Спектакль «На броске судьбы» – это поучительная история о том, как подросткам обезопасить себя в глобальной сети. Этот спектакль учит многому, что в интернете можно встречаться с кем попал, но интернет может наврать себе и может тебя завести в такую угрозу, что ты от этого не сможешь выйти. И я бы посоветовала всем посмотреть этот спектакль. На сцене еще только начинающие актеры, но их игра настолько пронзительна, что доходит до самого сердца. Есть такой момент, когда я рассказываю монолог. Зрители были настолько поражены, они смотрели и не отрывались. Меня это очень поразило. И когда у нас закончился спектакль, девушка одна подошла и сказала, что она даже плакала. Меня это очень тронуло. На сцене почти реальные истории, как напоминание, что судьба у всех одна, что одно неверное решение может перетерпнуть всю жизнь. Рифат Фадкулин, Маргарита Мельникова, Семен Антонов, Республика. По данным Росстата, в 2019 году здоровый образ жизни предпочли 12% жителей страны. В Чувашии эта цифра составляет почти 25%. Личным примером призывают заниматься спортом и работники органов государственной власти местного самоуправления региона. А в минувшие выходные состоялся осенний заключительный этап спорта-киады государственных и муниципальных служащих Чувашии 2019. Один за всех и все за того. Удачи! Это девиз спорта-киады работников органов государственной власти и местного самоуправления. Он не изменен уже 18 лет. Как отметил заместитель председателя кабинета министров, руководитель администрации главы Чувашской республики Юрий Васильев, уровень проведения соревнований год от года растет. Растет и уровень подготовки спортсменов-любителей. В борьбе за титул самого спортивного коллектива боролись 56 команд. Поддержка с трибун – важная составляющая любой победы. Мы пришли очень воодушевленные. Весь коллектив тоже очень болеет за наших спортсменов. За последние пять лет в программу спорта-киады входит больше десятка различных видов спорта. В осенний этап вошли эстафетное плавание, дартс и волейбол. Сильнейшими в волейболе стали администрация главы Чувашской республики, администрация города Канаша и государственное управление МЧС России по Чувашской республике. Лучшими плавцами стали представители Минспорта Чувашии, администрация Батыревского района и МВД по Чувашской республике. Среди любителей дартса лучшими признаны Минкультуры Чувашии, администрация Чебоксарского района и управление Федерального казначейства по Чувашской республике. Главное не победа, а участие, считают участники соревнований. Сплоченный здоровый коллектив способен достигать хороших результатов в работе. Богдана Дойникова, Республика. В Чебоксарах завершился открытый Кубок России по вольной борьбе среди женщин на призы главы Чувашии, как это было в нашем репортаже. Это уже седьмой по счету открытый Кубок России. Сражаться за главный трофей приехали спортсменки из 34 регионов страны – Азербайджана и Киргизии. В финале зрители увидели 10 зрелищных поединков. В двух из них за медали высшей пробы боролись наши девушки. В весовой категории 59 килограммов республику представила Анастасия Яковлева. Однако сильнее оказалась ее соперница из Дагестана. В категории 65 килограммов за Чувашию боролась Алена Тимофеева. Она также уступила сопернице. У обеих наших девушек серебро. По итогу медального зачета командная победа досталась сборной Дагестана. Сборная Чувашия в десятке сильнейших команд. Очень интересно, красиво, захватывающе. Очень много новых молодых девочек проявляли себя из разных регионов. Наверное, именно на таких соревнованиях дается шанс молодым проявить себя. Проявить себя, проявить характер, волю. И зайти на педестал. И присутствие иностранных спортсменок тоже добавило интереса. Из прогнозов по оценкам первого вице-президента Федерации спортивной борьбы России Амара Муртузалиева с Олимпиады в Токио в 2020 году сборная нашей страны по вольной борьбе без золотых медалей вернуться не должна. Таким стал этот понедельник, 25 ноября. Я прощаюсь с вами до завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова